На текущей неделе в преддверии праздника Дня строителя Московский городской суд рассмотрел две апелляционные жалобы на решение Басманного суда о наложении ареста на счета и имущества группы компаний «Востокцемент». В понедельник, 5 августа, о наложении ареста на банковские счета «Востокцемента» до 30 сентября 2019 года. Тогда судья постановила решение Басманного суда отменить и направить дело на повторное рассмотрение. 7 августа состоялось заседание Московского городского с рассмотрением апелляционной жалобы на решение Басманного районного суда об аресте имущества «Востокцемент». Судья приняла решение слушание отложить до 19 августа, чтобы изучить имеющуюся в деле документацию. Несмотря на то, что Мосгорсуд принял решение о полной отмене ареста счетов и направлении дела на повторное рассмотрение в Басманный суд, ситуация остается напряженной. Однако благодаря поддержке представителей властей существует уверенность, что заводы не будут остановлены, 5000 сотрудников не останутся без работы, а стройматериалы продолжат поступать на строительные площадки. Сейчас Спаскцемент, Якутцемент, Теплоозерский цементный завод, ВБЩЗ и ДСЗ являются основными поставщиками строительных материалов цемента, клинки, расщебня, минерального порошка в Дальневосточном регионе, в том числе настройки, ведущиеся в рамках государственных программ и поручений президента. Среди них судостроительный завод «Звезда», магистральный газопровод «Сила Сибири», третья очередь угольного терминала, восточный порт, строительство школ и детских садов, многоквартирные дома в рамках программы «Жилье российской семье», капитальный ремонт дорог в соответствии с национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Надежда на справедливость и соблюдение прав тружеников, заводов и карьеров в канун Дня строителя остается. Максим Яковлев, Новости на восьмом.